Всем привет! Меня зовут Юлия, я живу в Анталии. Сейчас иду на базар Чар-Шамба, потому что сегодня среда. Куплю помидоры, в тот раз очень классные нашла. Немножко поснимаю вам второй этаж, и потом пойду по другим делам. Короче, сегодня целый день занят, но я думаю, что я успею поснимать вам немножечко базара. Прикольно. Старые листья и новые вот так расцвели. Красиво. Цветочки, как всегда. Гвоздики появились такие, в тот раз не было. Вот эти тоже хорошо, долго цветы стоят. Не знаю, как называется, я точно не цветочник. Селень уже прям запахла. 15 лир килограмм мандарин. Бананы 15 лир, ну так те зеленоватенькие, конечно. Клубника 30 лир килограмм. 10 лир. Это, походу, наверное, все-таки это груши, я так себе думаю. Но это-то точно груши. По 7,50 яблоки. Капуста. Одна штучка 15 лир. Вот те побольше 20 лир. Вот так раз-раз и все. Один пучок баги по-турецки будет. Ба-и. Извините. Это г не читается как г, а читается как... Ну, нет. Не читается она вообще. Ба-и. Ясно, да? Ба-и. Вот так будет. 5 лир. Морковь 5 лир. Это вообще копейки. Я уже была... Видела, что морковь и по 13 лир. И мне кажется, даже больше. Вот тут начали арбуз продавать. Взяла 2 килограмма моркови. Пожарю пассеровку. Так, это по 10 лир. Я в тот раз пожарила. Все съела за неделю. Потому что пост с хлебом только-только пошло. 13 лир. Помидоры. Ну, видите, они прям стеклянные. Они невкусные. Хотя, кто знает. Килограмм перца 20 лир. Лимоны 7. Кабачки 10. Баклажаны 18. Честно, мне кто-то может объяснить, почему баклажаны 18? Они всегда были в тот же цену, что и кабачки. Эти по 15 лир. Видите, они и не черри, и не большие. Какие-то странные. Здесь есть все. Так, очищают все. Здесь есть уже 15 лир. 12 лир. Огурцы непонятно почему. Ага, мне тут... Кстати, одну штучку посмотрю. Нет. Мне нужно скатерть купить на стол. Ну, тут этого нет. То есть, видите, что-то такое элементарное. Даже для пылесоса что-то вы можете купить здесь. Просто на базаре. Не надо куда-то бежать. Нет, то, что я ищу, нету здесь. Ну, вот, какие-то ложки, скалки. Тогда иду лук покупать у тех, что я всегда беру, ребят. Видите, как поливать. Зря, конечно, потому что, ну, оно же гниет быстрее. Но зато красивый вид. По 7 лир. Ростки, салат. Уже по 7. Грибы отсюда вижу 35 лир. Клубника там 35. Эти по 10. Там вроде бы вначале дешевле были. Морковка. Хавочный кадар? Хавочный... 12 лир моркови. А там взяли по 5. Я попробовала, оно сладкое. Да, оно какая-то немножко поломанная, странно. Но оно сладкое. Так, 3 штуки 120 лир. Это феновская колбаса. Одна штука 50 лир. Можно... Вот они жарят. Можно попробовать, понравится вам или нет. Теперь сливочное масло. 1 килограмм 130 лир. Ну, там, по-моему, 120 было. А, возможно, уже всюду 130. Одно яйцо 3 лиры. Травы разные. Липа. Юля знает только липу. Поздравляю. Так, и почем лук. Я, в принципе, к ним еду. Я могу и здесь повыбирать, но не вижу цену. Картошку я купила в тот раз. Если не съела бы вообще. Что-то надо жарить, понимаете? Это ж надо время. Шиклёр. Ну, хорошая картошка. Так, смотрим на лук. Некадар? Некадар. Лук 17 и 18 лир. Билограмм вот такого лука стоит 40 лир. Здесь 17 и 18. Я взяла по 18, потому что с 17 там уже нечего выбирать. Ну, я не буду бегать по базару, у меня сегодня времени нет. За пару лир уже этих. Я знаю, что у них просто хороший лук. Всё, поэтому я беру. Ой, ну всё. Клубника. Ну, красиво выглядит. Ой. Вот это, мне кажется, прям, знаете, такая хорошая. Шокфия 25. Запах обалдеть, какой вкусный. 80 лир инжир. 60. Это у нас виноград. Такой виноград. 50, 50, 60 курма. Сыр. Смотрю, цены те же не поменялись. 70, 70, 75, 80. У них никогда не брала, не знаю, вкусный или нет. Просто специально на сырный ряд уже не пойду. Какие грибочки здесь. Здесь по 8 лир картошка. Я не спросила, почему там 10. Мандарины прям красотули. По 10 лир. Напоминаю, что там есть цветы. Очень даже классные. И такие, что можно дарить. Букеты и в вазах. По 5 лир лук. Это один пучок, ребята, не килограмм. Есть мандарины 15 лир. Банан даже не пишет, какая цена. Так, здесь вот я в тот раз брала бананы. Тоже по 13, по 12 лир. Но тогда они были желтые. Здесь зеленые. Зеленые не берите. Нет, они еще не имеют тех свойств, которые должны иметь бананы. Только желтые, переспевшие бананы, они дают пользу. Вот 150 место я в тот раз набирала. О, по 13 лир. Это хорошо. Очень вкусные помидоры здесь. Представляете, положила мне помидор на 50 лир. Так, 2 штучки 10 лир. Ну, я просто все, больше ничего не брать не буду. Морковь, лук и помидоры. И буду с кашами точить помидоры. Ну, все. Ничего я с собой не могу сделать. Кстати, я знаю, что нельзя. 15 лир перец. Погусти тоже по 15 лир. Вот здесь какие-то штыбчики маленькие. А что с ними делать? Ну, не знаю. Как-то это вообще малюсенькие. Все нельзя много помидоров. У каждого свои застокки. Был бы шоколад, точила бы шоколад. 25 киви. Ого! А что это за груши такие? Кинг-Конги. Армутный кадар? 25 лир вот такие груши. Ну, я что-то прям боюсь. Такие. Ну, сейчас дает попробовать, естественно. Ну, куда так много? Ты что? Ничего, что оно грязное. Я не могу, чем свола поднял. Ага, без шоколад. Пробуем грушу. Вот вы когда-то ели самую вкусную грушу? Да, оно. Какое вкусное, мама. Если есть вина, свою возможность, берите. Вкусное. Сочное вообще. Очень вкусное. Обалдеть. Это учитывая то, что я груши. Вообще параллельно к ним отношусь. Я решила пойти возле поликлиники. Возле больницы Ататург. И вот, пожалуйста, продолжение базара. Ну, я думаю, это все дешево. Это сигурта, я вам говорила, государственная страховка. То есть, когда вы начинаете работу здесь, в Турции, через месяц после начала вы должны подойти сюда и активировать страховку. Сразу ее не будет. Вы скажете, ну, работа нам делает. Да, работа вам сделает. Вот. Все, что от нее зависит, она сделает. Но если вы лично не придете, не активируйте бесплатно. Там не надо ничего платить. Вам просто нужно прийти и сказать «Активость съем». Все. Тогда она начнет работать. Если вы этого не сделаете, вы попадете, ну, вдруг попадете в больницу, то страховка не будет работать. Вы заплатите полную стоимость. Нет. Назад откатать ничего нельзя. То есть, у вас на данный момент была закрыта она, вы ее не активировали. Вы платите полную стоимость. Это ваши проблемы. Это уже не проблемы работодателя. К сожалению, работодатель об этом может не сказать. Ну, в большинстве случаев он не говорит. Почему, я не знаю. Так, вот здесь больницы начинаются. То есть, у нас всегда в отеле была такая проблемка. Я знала, что нужно самим идти и активировать. Возможно, на нормальных работах каких-то, да, и говорят. Я с чем сталкивалась, о том вам я рассказываю. Видите, повточка такая. Вообще, вышиваночка классная. Ну, это H&M может выпускать. Я знаю, Лена. Говорю, где ты такую вышиванку делала? Говорит, H&M. Или еще где-то. Ну, то есть, есть такие модели. Сейчас вышиванка очень дорого стоит. Я очень люблю наблюдать за строительством, за вот такими вещами. Это просто все. До Тополя я до Берема очень быстро. Аслана Батькина, до дома заходите будем? Зеленая глазка. Ася. Идем домой. Что ты мне с ним глазом зеленым светишь? Ты, красотуля. Не боится вот этих котов так смотреться вниз, честно. Слышите, да? Слышите, очи блестят. Рисунчик. Ася, заходим домой, скажу. Спасибо, что заходите на канал. Оставляйте комментарии. И, конечно же, пишите, что вам еще интересно посмотреть в Наталье. Я буду рада поснимать. Целую вас. С Тащером гаммую катку. Она мне войсит в директ. Ты такой сасны, ты мой краш. Оф, я чуть не рипнулся. Лол. Лмао. Это пранк? Омэгэ, какой кринж. Войсю в ответ. Камон, ты не выкупаешь, ты криповая. Только вайп нам с Тащером похерила. Фейспал. Я в дрейне. Она мне. Зачем ты агришься такой токсик? Гоу со мной с моими падрами на вписку. Будем флексить на флете. Там будет слэм. Инфа сотка. Фурилзис? Капец, ты душная. Чекай свой шмот. На тебе криповая паль. Падра, ты всратая. Ты и твои доноклы. Гоу на, фричка. Все, ты в чее. Снаиди вообще. Надеюсь, ты выкупаешь.